конструктор шаблон от ю тем мы продолжаем сами настраивать интересный конструктор с большими возможностями для джума меня зовут федор васильев и давайте продолжим работать итак в этом видео я предлагаю чтобы видеть все таки о возможности конструктора как-то наполнится и давайте сейчас быстренько создадим несколько пунктов меню чтобы было видно и как-то немножко удлиним сайт вниз чтобы также можно было видеть возможности настройки данного конструктора на фреймворке варп 7 переходим в админку нашего сайта давайте как я уже сказал зайдем в меню можем даже зайти в меню и создать копию для быстрого создания опубликуем альяс удаляем он заново пропишется сейчас просто демо примеры пункты меню можно по-разному назвать я для наглядности буду написать о нас то есть это вторая страница с информация у вас нажимаем сохранить опять делаем копию и так далее и так я создал несколько меню вы видите это здесь если пойдем на сайте обновимся также здесь есть уже некое меню давайте перейдем расширение шаблон немножко забежим с вами вперед перейдем с вами в кастомайзер чтобы вам показать если мы на данном этапе на начальном этапе так скажем перейдем в кастомайзер это конструктор страницы да и то есть это по сути самое главное то что нам нужно и самое простое для всех людей кто не знает языки программирования чтобы самому сделать красивый профессиональный сайт что здесь напишет система что конструктор работы только на статических страницах нам от здесь это написано то есть в блоге он не работает и чтобы здесь нам увидеть конструктор что нужно сделать давайте выйдем с вами с главной закроем наш шаблон перейдем с вами в меню так как сейчас работаем с главной страницей а это у нас пункт меню главное давайте зайдем в главное во первых давайте его переменуем как главное и вся загвоздка у нас здесь нам достаточно просто ссылаться пунктом меню на какой-нибудь материал то есть статью если мы здесь нажмем выбрать у нас тут выбрана по умолчанию когда мы думал с вами устанавливаем избранные материалы здесь мы выбираем например отображать менеджер материалов и выбираем один материал естественно на пустом сайте не материалов нет чтобы не ходить нам в пункт меню создавать статью мы прямо отсюда можем теперь создать материал можете как угодно его назвать например я назову тест и сохранить и закрыть можете даже ничего не писать здесь все наш пункт меню ссылается на материал под заголовком тест нажимаем сохранить и закрыть и что происходит дальше мы переходим с вами в шаблон ю тем наш шаблон кастомайзер кликаем с вами по кастомайзеру и о магия у нас доступна выбор макета как только мы сюда нажмем можете не переживать что здесь у нас отображаются элементы статьи там печать изменить хотя это все в отдельности тоже можно отключить как только мы начнем здесь создавать сейчас макет у нас сразу с вами вот это все здесь еще не давайте попробуем нажму новый макет страница обновляется и вы видите как бы все здесь исчезает и ничего здесь нет я немножко заглядываю вперед и естественно здесь будет много уроков про сам кастомайзер то есть по сути конструктор что я предлагаю сделать смотрите если мы сейчас сохранимся пойдем на сайт обновимся то у нас ведь получается совсем короткий сайт а как я уже говорил чтобы видеть какие-то возможности нашего конструктора какие-то настройки разглядеть нам нужно чтобы стать был чуть длиннее вниз и сейчас давайте просто попробуем опять же заглядыв вперед как пользоваться конструктором я вам покажу как добавить плагин текста и туда просто просто длинный длинный текст ставим чтобы просто страницу вниз удлинить это просто временные меры да а а потом уже когда сайт будем наполнять уже реальными там картинками фотографиями текстом мы конечно же все исправим мы кликаем вот сюда вот в эту область по плюсику возникает окно с плагинами полезными плагинами которые мы можем использовать на странице мы находим вот здесь вот текст видим какой-то дефолтный текст при наведении на него вы видите здесь элементы управления нам сейчас нужен карандашик это редактировать кликаем сюда вот здесь у нас появляется редактор вот за эту область можем растянуть вниз если хотите вот так вот можно растянуть для удобства наш редактор я напишу дыма и пробелом 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 просто вниз 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 чтобы страницу просто удлинить на время как я уже говорил естественно если мы сейчас с вами посмотрим в коде это просто п то есть параграф знак п просто много-много знака п для удлинения страниц так давайте я вот эта область свернул и нажму сохранить страницу если я сейчас на главной странице обновлюсь вы видите страницу мы удлинили до такой степени что у нас появляется ползунок то есть как будто у нас вот такая страница и вот только теперь мы можем что-то смотреть какие-то настройки что-то проверять как что здесь что работает как устроено во первых когда сайт нас удлиняется у нас здесь портится изображение она нас вмещается то есть она растягивается вы видите она стала огромным естественно качество ухудшилось у заднего изображения это то изображение который мы с вами загружали в прошлом уроке соответственно вы проходите макет сайт давайте это исправим заходим ниже изменить настройки вот он cover cover это вмещать мы выбираем контейнер во первых если мы посмотрим изображение у нас видно вот она где начинается да потому что она выровнена у нас по центру по центру вот он центр центр прям топ сверху left если мы сейчас посмотрим она появляется наверху внизу естественно его нет какие есть варианты работы с задним изображением есть вариант выбрать зафиксировано что происходит изображение зафиксируется у нас по левому краю и по верху остается полоса сбоку один из вариантов выбрать топ left и выбрать вот 10 cover тогда вся задняя область она вы видите закрыта в принципе нашей картинкой или заранее заведомо сделать какую-то картинку большего размера чем full hd еще подойдет выбор вариант авто вот сейчас практически то же самое то есть когда мы вот 10 выбираем авто а как вам вот такой вариант я прокручу страницу вниз и смотрите изображение как двигается заднее изображение вы видите как она двигается это тот самый параллакс эффекта которым я говорил в прошлом видео что он будет скорее всего работать только когда страницу можно будет прокрутить то есть достаточно длинная страница так она и есть выводить выбираете параллакс но здесь нужно что-то придумать с изображением здесь я к сожалению не вижу такой опции как замастить картинку то есть по иксу или по игреку как бывает делают потому что если я буду использовать паттерн это маленькая картинка устроен таким образом что она может повторяться без стыков то есть визуально будет видно что как будто это одна огромная картинка я почему-то здесь такого не вижу здесь необходимо такая опция давайте вернемся к возможностям параллакс когда мы выбираем параллакс вот здесь можно настраивать как будет вести себя параллакс это я тоже говорил в прошлом видео например вот если вот этот вот мы с вами ползунок вот так вот сильно уйдем 11 и нажмем сохранить пойдем на фронтальную часть сайта обновимся то это принципе влияет на скорость незначительная я вижу изменения это влияет не совсем на скорость если я вот этот эффект уберу до конца до двойки то эффект вот как работает он не сразу начинает работать а только лишь вот от середины ползунок когда на середине сайта вот он начинает работать то есть все методом тыка нужно смотреть проверять как это реально выглядит обновляемся здесь наоборот сразу начинают движение но в конце когда картинка дошла до какого-то момента вот здесь уже видите вот я ползунок двигу здесь уже картинка не двигается я думаю я бы оставил это посередине теперь как вам вот такой вариант картинка смещена резко вправо и двигается теперь вверх сайт движется вниз а картинка вверх соответственно вы уже играть вот этими отступами я здесь уехал в минус 600 здесь плюс 600 в общем здесь на ваше усмотрение я выбираю зафиксированное так давайте нажмем здесь назад прошлом видео в конце говорил про тулбар вот и мы не увидели изменений как раз сейчас об этом поговорим сначала тулбар по сути надо включить мы с вами переходим у 10 позициях хедера и здесь тоже много интересных настроек макет кликаем вот сюда это выбор макета именно шапки сайта что вы хотите туда включить можно с поиском чтобы отображалась то есть поиск по сайту то есть как меню будет появляться например вот этот вариант если возьмем страница обновляется то у нас будет меню скрываться вы видите вот такой гамбургер если кликом по иконке у нас вот так меню возникает если хотите чтобы было например меню с поиском то есть логотип по центру поиска не видно потому что вниз прокрутим поиск хайт то есть скрыт поиск и позиция можно быть хедер то есть эта шапка сайта и панель навигации если позиция хедер выбираем вы видите вот здесь появляется поиск то есть панель навигации вот сюда вот вместе к панельке у нас улетает поиск поднимаемся опять наверх выберем какое-то интересное отображение так давайте посмотрим наверное так я все-таки оставил вот этот первый вариант возвращаемся в поиск выбираем поиск позиция хедер то есть поиск смещается вот сюда и можно красиво сделать поиск стиль поиска модал модальное окно то есть это иконка будет поиска и при клике возникает вот такое окно причем прям по-русски будет написано где вы можете задать слово ну то что вы хотите найти на сайте я считаю тут вообще очень сильно смотрится вот крестики закрыть давайте прям сохранимся пойдем на сайт обновимся вот так это будет выглядеть до соответственно меню можно также сделать по центру частным так и сделаем вот поле поиска вот так вот это в модальном окне это очень стильно возвращаемся в макет вот по картинке давайте сделаем меню чтобы было вот так вот по центру это совсем вообще идеальная что вы также можете играться внутренним отступом самого хедера вот это здесь сразу под макетом смотрите стоит default по умолчанию если берем смейл то есть это маленький вы видите отступ получается логотипа от левого края и здесь тоже отступ иконки поиска от правого и здесь вы можете выбирать разные варианты причем внизу есть видите . не активно убрать внутренний левый отступ она будет доступна только вот при выборе вот этом как только это выбираем смотрим как смотрится вообще на сайте добавляем точку это убирает . вообще отступы то есть логотип прижимается краю это не очень хорошо я здесь оставляют default и моя любимая опция то что я вам говорил давайте сайт удлиним вниз чтобы проверить настройки сайта теперь вы поймете о чем это все панель навигации статическая то есть если сейчас мы прокрутим сайт меню уходит наверх его не видно это уже давно старо надо чтобы меню всегда был перед глазами у человека который смотрит ваш сайт естественно здесь все это есть панель навигации смотрите стики сохраняемся сразу вам наглядно покажу обновляем страницу я прокручиваю и обратите внимание меню ведь как прилипает это очень круто и поиск все на глазах обратите внимание это очень-очень классно все смотрится шикарно естественно есть варианты стики он скролл об то есть появляться меню при прокрутке наверх это тоже вариант очень плохой что это значит смотрите человек прокручивает сайт вниз он меню не видит не видит не видит как только он остановился на сайте и хочет опять наверх прокрутить возможно хочет прокрутить до меню и чтобы ему наверх не крутить долго-долго-долго он чуть-чуть прокручивает и меню само вот выскакивает вот в этот момент я считаю это вообще просто классно и она будет видно до тех пор пока он не прокрутит до самого верха или на этой точке он начнет опять вниз прокручивать она опять скрывается только начинает прокручивать наверх сразу возникает то есть вот таким вот образом следующая опция выбрать и стиль навигационной панели то есть стоит дефолт и есть еще примере ну меняется шрифты тут в общем как бы не совсем понятно это должно настраиваться в шрифтах в общем оставляем здесь дефолт дальше редактировать пункты меню чтобы увидеть все возможности этого редактора с пункта меню здесь нужно создать меню как я вам и уже говорил но тут надо еще создать под пункты меню смотрите изначально если у вас конечно стать такой будет использоваться я сделал для теста демо вот такие пункты меню под пункты меню под вопрос а смотрите что здесь есть вот видите редакторами пункта меню заходим во первых можно перейти в каждый пункт меню из созданных зайдем сразу в пункт меню вопросы то есть последний пункт меню заходим вопросы можно задать здесь под заголовок если нужно как только сюда что-то прописываем вот здесь будет появляться текст но тогда нужно будет для каждого пункта что-то прописать что они были в уровне выровнены на один уровень вот все пункты меню понятное дело ладно это уберем это понятно и вот самое интересное смотрите под пунктами в одну колонку если будет длинный длинный список под пунктов может быть разбить на колонке прямо отсюда смотрите выбираем колонка 2 как только это делаем обратите внимание как классно сразу делится под пункты на две колонки надо сделать больше делаете больше то есть ну тут не видно сейчас 5 это надо много пунктов меню наверное дела но чем вот видно хорошо здесь отображение миног на 2 и есть еще кому вдруг будет интересно вот такая вот опция ширина если ставим птичку наводим вы видите под пункты во всю как бы ширину хедера нас раздвигаются да но я эту галочку здесь сниму вот такие вот настройки пунктов меню нажимаю назад назад есть также настройки для выпадающего меню вы видите она выпадает направо ниже можно выбрать налево вот сейчас это налево хотя написано white но на самом деле выпадает же она сейчас налево или по центру можно сделать вот таким вот образом я оставлю слева но неправильно перевели потому что выпадает направо и также можно сделать смотрите а выровнять по отношению к панели навигации то есть это вот так вот будет всплывать ну а вот эта вкладка честно говоря мне вообще непонятно что она делает вот эта точка дальше есть тонкие настройки выпадающей панели она у нас просто проявляется смотрите ниже если выбираем слайд то интересно но вот так вот вылазить да и есть вариант еще пуш то есть она что делать на самом деле она двигает контент вот это видите слова дэмова здесь и вообще структуру сайта вот это вот сзади такая картиночка она видите двигает ее просто двигать вниз ну тоже достаточно интересный такой эффект я оставлю слайд дальше тут настройки поиска мы уже заглянули вперед и поиск уже этот разобрали стиль поиска тоже смотрели и теперь социальные иконки если вдруг это нужно вам в хедере выводить хотя не советую лучше их выводить в самом низу то есть социальные ссылки то есть где вы есть в социальных сетях это какие-то группы и так далее но сразу здесь оговорюсь то что как обычно у нас уже так делается не для россии у нас тут не будет вот так вот легко возможности прямо отсюда добавить например вконтакте или одноклассники просто иконкой нужно не появится как это работает социальные иконки если выбираем тулбар вот тот самый тулбар то появляется такая полоса вы видите наверху но пока она пустая и открывать в новом окне это социальные то есть вот ссылки естественно открывать стоит птичка и птичка отобразить иконки в виде и кнопок но это нормально смотрится тоже оставляем птичку и редактировать ссылки собираем как здесь устроено просто вставляете ссылку прямую ссылку на ваш профиль например facebook иконка будет сама подтягиваться нужны и так я вставляю например в первое поле социальную сеть facebook вы видите вот facebook иконка сама подхватывается она понимает что я здесь ставил ссылку от facebook теперь для для примера я оставляю смотрите ссылку на вконтакте на группу у меня встает вот такая вот иконка но не иконка vk то есть русская не поддерживается соцсеть как я и говорю и еще несколько 33 варианты еще есть и здесь нам подсказывается что вы можете использовать телефон такого вида именно tell двоеточие плюс телефон что это такое это где то то что будет кликабельная кнопка причем не работает здесь может быть номер надо поменять и получится иконка должна быть телефона то есть я считаю здесь недоработано возможно это не работает но зато работает с милом потому что здесь тоже можно проставить свой e-mail с именно вот mail то двоеточие это говорит о том что ведь иконка поменялась и появляется иконка именно письма то есть действительно говорящая о принадлежности ссылки то есть что происходит вот когда вы просто проставляете mail ваш электронный ящик именно вот с этой mail то это кликабельная ссылка значит человек может кликнуть и сразу откроется почтовый мессенджер где он сможет вам сразу написать это же самое с телефоном когда не просто телефон пишется а вот с подставлением этого tell двоеточие тоже телефон кликабельно это значит он с телефона если зайдет на ваш сайт может пальцем нажать на эту кнопку и сразу откроется окно для ввода эсэмэски или набора номера то есть это очень удобно это значит очень хорошая конверсия когда такие кнопки есть вот после уже этого можно нажать сохранить и уже играться с настройками тулбара то есть тулбар left тулбар уайт видите иконки смещаются вправо тулбар хедер то есть можно прямо с поиском их вот сюда вот забабахать то есть кому как нравится да или панель навигации и например если я убираю тулбар left смотрите идем назад давайте даже сохранимся перехожу сайт в прошлом уроке мы затрагивали здесь видите позиции тулбара есть тоже есть маленькая смейли то есть это получается отступы добавляются дальше если дефаут можно выбрать по центру вот они по центру тулбар да вот так вот работают настройки с тулбаром здесь я сохранюсь назад перейду в позициях хедера самый низ и все-таки тулбар я я бы оставил например справа вот так сохранить итак мы с вами в этом видео еще и разобрали позиции хедер все в принципе настроечки вот так кстати смотрится это все в мобильном поиск тоже видно еще с вами дойдем до настройки мобильной версии давайте на этом видео становимся и продолжим уже в следующих видео